день добрый други мои продолжаем катать евротрек симулятор 2 версия 138 с вами олег драйвер давай в дорогу что на сегодня происходит и где я нахожусь нахожусь на карте совы россия себе редакция 8 мая карта официальная купленного заработчика без условий за небольшую копеечку так конкретно где я нахожусь такой населенный пункт хохотуй что значит я вообще тут делаю да он тут с горки в горку все несутся движуха вообще капец какая так в предыдущей серии на 133 зилки миссия моя провалилась машину от нее я избавился прицеп в гараж груз груз забрали и без меня его достали но пришлось это заплатить штраф поэтому денег я так немножечко потерял ну да ладно где-то все дело наживное заработаем немного назад по этой дороге от в то в той стороне тот самый перевальчик где я застрял на 133 немного назад оказалось работка для меня есть такой камаз вот тут стоит в этом хохоту и обхохочешься 54 901 с дизелем господи дай помочь памяти какая же у него модификация то даймлер 578 лошадиных сил и 16 ступенчатая коробка power shift и есть у него еще в этого камазика есть еще одна зачетная примочка у него полный привод у него нет в обычном понимании ой батюшке в обычном понимании нет у него валять и ведущего моста такого как этого нет раздатки нифига тут у него на переднем у вас нет обычная балка а в передних ступицах стоят гидромотор и сейчас кто-нибудь скажет ах ты болеть сочиняешь тут вообще конечно этот камаз вот вот этот есть в полноприводном варианте я его и взял такой этому так отступление уже сценария так сказать да идем ну ладно все же понимают чё к чему мы тут лепим это полноприводный мод ну надо же как-то сказать почему он полноприводный что да нет тут такого моста в полноценном его понимании нет такого камаза 54 901 4 на 4 такую машину просто не выпускают то магистральный тягач так есть кстати такой вариант вот о котором я сказал если одна американская фирма название сейчас уже не вспомню они на грузовике по заказу берут вот балку переднюю и устанавливать на нее гидросистему то есть в ступицах колес на балке будут установлены гидромоторы с этой и с той стороны разумеется там гидробак все дела это самая полная гид полностью гидросистема и получается что при необходимости когда надо включить полный привод работает разумеется автономно через двигатель коробка бла-бла-бла задний мост когда нужно включить помощь так сказать передний мост включаешь гидромотор и он в помощь заднему мосту начинают работать оба оба гидромотора на переднем мосту на балке и получается машина полноприводная с двумя независимыми системе системы привода ну независимыми так это еще бабушка на двое сказала все равно это это система работают от двигателя так это я что-то далеко уже уперся это по большей части вообще мало кому интересно так стропа неправильно сделали их перекручивать надо прежде чем затягивать вот так вот и чтобы на ветру их не трепыхало чтобы они не звенели на ветру их надо перекручивать так ладно такой умный пошли посмотрим пиломатериал везу так а куда его везу куда мы его везем а везем в бар на ехать нам недалеко ехать нам недалеко четыре часа по навигации показывают о за одну серию стоп процентов я не улягусь дай бог уложиться хотя бы не знаю в три серии а то и в 4 но много то писать наверное незачем здесь особо сейчас каких-то таких интересных мест особо то и не будет так только если какая-то авария еще какой косяк так сейчас секунду я надо движок запустить сначала и всю светотехнику проверить а собственно через действие вообще делаешь самое главное ты не сказал водила которые на этом траке работает молодой парень взял этот груз и короче тут видать кого-то тут встретил своих вот наверно после них тут и осталось тут скамейка стояла уехала недавно и короче он забухал и не бенеменнику к реку сейчас запущу так включим габаритки так навигацию это я сразу выключаю она мне не нужна я люблю когда мне тут это и вот это зеркало так и надо будет сейчас суши под настроить чутка за так это нам не надо немного так это слишком до хрена так и чуть повыше вот так вот лучше будет да так это сюда чуть-чуть и так вот это же повыше шо так можно немножко назад тоже чуть повыше вот нормалек мне кажется вообще за четенько так руль не отрегулировал ах ты ж твою дивизия так надо по углу наклона так хорошо так все видно все нормально так а этот у нее он поработает не работает и ты господи ты где у нас а так есть маленько так а это чего у нас система предупреждения столкновения что ли заправка она будет работать нет или она только при круизе работает ладно короче посмотрим я ее оставлю от камаза то здесь только осталась эмблема и одно название а так в целом это у нас чистый чистый мэрс актрас нашей сборки да так а кстати стекла работают ох ты красава но у ее оптая стекла то как выполнен ой ё-моё стекла то какие угловатые блядь ну что что сделали хорошо сделали но сделали отвратительно блин это херово ну в целом неплохо так что еще по камазу так ну звук понятно не свой так ближние так дальние ближний а варечка но симпатично ничего не скажу выглядит машина симпатично это прицеп стандартный что-то от него хочет о задние фонари ты какие а красавчик вот нестыковка двери с боковой панелью кузова ну собирали то у нас и штампы наверно тоже наша до изношенные наверное уже все ладно хрен с ним слушай нет и это тут сюда торчит тут сюда но это с нашими так сказать плюшечками такими российскими российской сборки да ладно не даёбывайся а уже так ну что включаем все свои дела еще надо ехать так у нас шестнадцатая налево назад это задняя так это вперед пониженная так у нас 17 тонн можно с первой повышенной и наверно повышенные ряды таскать парау так ну ребята простите дорогие товарищи простите коллега притормозил спасибо тебе хорошо идет слушай мне нравится как идет но 17 тонн это так себе я честно говоря соскучился по современным тракам очень соскучился полный привод здесь конечно вещь аголовная посмотрим как я в тот подъем где на 133 в стрел как я смогу его осилить без блокировки то есть без подключения переднего моста он как бы все равно работать будет раз уж он по умолчанию здесь полный привод есть но мы так как бы по сценарию то совсем по-другому думаем да как бы включаешь блокировку как бы нету как бы есть суккаты ебаная ай блять сучка вот я так и знал вот я так и знал что эта хуйня сейчас произойдет блять а я блять так за руль берлу что со стола его сорвал блять будто ты будь то я хотел грузовик на себя блять тормозляешь как лошадь тормозят когда сука я его дерг нахуй вот я так вот я так и знал вот о чем я говорил когда вот стоят вот эти вот ночники вот эти вот да отдыхающие когда они стоят здесь идет транспорт они сначала транспорт проезжает что в попутном что во встречном направлении сквозь них спокойненько проезжает вообще без проблем да но когда ты приближаешься вдруг у этих сука ночников которые стоят на обочине у них появляется коллизия и машины которые идут в потоке да вот сейчас вот этот давчик шел автоос они короче получается как бы врезаются в них то есть вдруг появилась коллизия и мои эти машины почувствовал в коллизию в резиски все аварии такая начинают летать блять вот когда приезжаешь вот к этим самым ночникам всегда на тысячу раз быть внимательным но если идет большой поток и как здесь стоит несколько машин как-то угадаешь можно угадать на 133 я тут пролетел никто тут сам не задел никого не заделываем а тут попал в аварию ну конечно блять конечно самое что интересно я смотрел сегодня видос у гобы новый там выпустил ну все по этой новой редакции там покатушки летит с горы такой их и там дорога три полосы две полосы в его направлении одна полоса во встречке по моему в гору с горы такой летит и и с левой стороны на встречке стоит машина такой же ночничок отдыхает такой да во встречном же направлении на ту машину идет трак фура ну конечно же приближение при приближении появляется коллизия у ночника и они короче сталкиваются и полетели и так ему досталось он со своей там цистерны там то ли 90 тонн то ли 50 на тонн там здоровая такая дура он на скамейке на 8 на 8 он полетел там кувыркаться и материться такой во всю матушку ты сам сделал такую карту ты же сам этих ночников дебилов ставишь тут на углы материться блять и ябаный врат сука сука вот зараза так подожди я сильно нет повредил машину а и полин господи ты где у меня но то ты чё такая авария и чем я не прилетела ничего что ли может быть груз повредил так ладно не умничай так надо так первую пониженная но сейчас потихоньку растолкаемся он еще один стоит надо кажется вечер перестает быть тумным и ты друг мой так на габаритах поедем ну его нафиг так ну что замечательно прилетели вообще офигительно так посмотрим как мы в гору прем но груз не ахти какой ну ахти не ахти но 17 тонн это тебе нет тебе не хохры мухры так а чё у нас в пределах полутора должна быть тяга нормальная до до двух тысяч тогда он нормально тянет маленько посел до так скорость скорость нормальная растет сейчас может быть если подсядет переду нормально лёг вот до двух тысяч пошел но хорошо хорошо так ну всю дорогу до того перевала я снимать не буду я уже ее показывал ехать там ехать далеко благо у нас груз не тяжелый окажем помощь попросили за вознаграждение конечно не без низа бесплатно так что поехали так похоже тот самый перевал где я и пострял на сто тридцать третьем вчера но так-то сегодня по игре но так-то я вчера то видео снимал сейчас посмотрим как с блокировками без тут вес потяжелее мощность конечно имеет тоже важность посмотрим как сейчас тут на гравеёшечки буксанет нет ну плюс еще инерция сейчас намного быстрее иду поэтому я вполне могу обойтись без блокировок так чуть-чуть ход не потерялся всем ну вот пожалуйста 17 тонн без блокировок посмотрим 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 там 11 тонн было так чтобы не догонять вон впереди идущий транспорт включил пониже передатчиков буксанет не буксанет колечко собралась пока на и впереди меня тоже так что это нет меня зависит не я держу я придерживаю это большая таки разница переключаться не будем пока но смотри вот без блокировки тащить 17 тонн да вещь как потому что полный привод он все равно конечно работает полный привод о чем речь сейчас на вершинку будем подниматься и плечу повыше ну дальше такие же горы пойдут чуть больше чуть меньше как вас чтобы снимать ничего такого не будем там бочки с песком погнали дальше вот 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 сюрприз от губы внизу как раз болит самое то сделать такую сделать такую подлянку и ты со всего размаха влетаешь сюда и все класс вот нахуя так делать типа типа все по жизни да получается капец как по жизни ладно пока поднимаемся тут крутяцкий подъем тут переключаться пока не будем ну едем дальше будет что-то интересное обязательно покажу вот опять западло опять внизу как по закону подлости вот серия любит он такую хуйню шуточки такие вот вот потом когда сам в эти ловушки попадает тестирует карту матерится ругается будто не сам туда это херню поставил так ну ка притормози-ка сейчас опять тут внизу что-нибудь будет а нет тут нормуль тут нормуль так вот сейчас тут может подарочек сохранимся еще спуск еще круче круче и круче тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-то болеть и то ударился почти что остановился и то ударился но я перед ямой я тормоз отпустил чтобы машина подпрыгнула немножко чтобы борта поднялась ох какая нет тут мне со 133 ни хрена тут ничего не светило бы даже бы если я с горем пополам выбрался в ту гору то без разгона вот в эту гору сейчас которая вот передо мной стопудово бы я не заехал либо там 210 либо тут 578 есть разница и полный привод конечно так вот надо сейчас внимательно может понадобится вторая передачка ну да скорее всего вот сейчас блокировка понадобится вот пошел так вот вот для чего нужна моща хорошая вот для чего если случилась какая-то оказия в гору а вот раз и пошел вот раз и пошел кажется б я шел ни хрена его забираю да если бы я шел с грузом скажем 50 то я с этими лошадьми 578 это такой ситуация как сейчас я бы скорее всего не смог бы дернуть машину это более чем вероятно так так что у нас такое солнце над нами вверху что ли ух ты ни фига себе а у нас еще экватор что ли такой вот это да небо то аж над нами да оно должно быть светлым а чего оно такое темное ну это ж тебе не после сороковые версии так вторую не надо трогать вторую нужно вообще встать я без блокировок не подняться это всего лишь 17 тонн ни хрена себе подъемчик как вам? нормально так? хороший градиент да? но это уже он уменьшается мама дорогая да полный привод однозначно даже дефолтные траки здесь надо брать с полным приводом и максимальным движком максимальным что есть вот максималочка вот ее и надо брать нет смыслу даже ставить двигатели меньшей мощности чтобы по одной башкой что ли кататься будешь? так вот сейчас очередной спуск вниз есть там что-нибудь нет пока ничего не вижу что неужели дорога ровная? да ладно ну не может быть неужели губа дорогу ровную сделал? ну соню зато поставил ничего себе губа даже внизу ничего не добавил никакую ямь ищу ну вот пробуксовочка пробуксовочка нет ну здесь без блокировки зайду вот тут уже градус уменьшается уже вот отсюда да она интересно будет дальше посмотреть следующий спуск сейчас так и идет спуск подъем спуск подъем так а здесь что тоже хорошая дорога тут будет? ну знаков неровности нету нет а есть сука 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 вот конечно кто сказал что там дорога нормальная была вот я вниз проехал да а тут обязательно обязательно подлянка должна быть обязательно проезжать у вас астерье да ну едем едем в следующую яму снова покажу так вот опять хорошая ямочка в смысле спуск хороший такой притормаживаем на всякий случай сохранялочку здесь гравика по-любому должна быть внизу яма по-любому а еще ооо яма вон 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 вижу вижу несколько их раз два три шешнадцать короче ооо яма на яме ооо яма на яме видишь что творится сюрпризник ты какой а чтобы если вот не затормозишь гарантированно вот ты гарантированно попадаешь с переворотами и кульбитами и прочими акробатическими этюдами так и там еще у нас как всегда соня впереди стоит да не один надо быть внимательным если так вот я попадал в попутном направлении едешь впереди тебя фура и вот на значок на это синий не обратил внимание что скорее всего соня стоит и возможно с твоей стороны и фура которая идет перед тобой резко попадает в аварию получается она резко замедляется и ты вылетаешь со всей дури в нее тогда еще не держал дистанцию сам виноват а про встречку так я уже говорил так опасно на встречечке вот одна соня стоит один соня на моей стороне ладно в город с лесом вы чё ребята потом тут как тут ночевать да ну нафиг вот зря вот так вот сервей сделал да да конечно там сюрприз подляночка такая своего рода что вы обязательно попадетесь на эту тему типа и встать тут переночевать да это лучше бы больше площадок каких-нибудь сделал был бы лучше так смотришь вроде не крутой подъем с внешки посмотрю вон нормально там так впереди еще соня сейчас за него доедем посмотрим как он там стоит так он на стричке вроде стоит как-то определил что он на стричке а вот смотри вот и поймает не поймает несколько рядышком фура шла бы обязательно поймала здравствуй ямки вот сейчас я на третий не вытяну только вторую сейчас забуксую разогнался такой снизу летишь хорошо сейчас я в ходу ну да сейчас разбежался до хера таких умных как ты и блокировочку ну камазик тащит камазик мерседесик ну правильный раз пока своих грузовиков толком строить не умеют конкурентоспособных да что толку что ваши грузовики выигрывают Париж Дакар ну то что построили на гонке ничего общего кроме названия ни хрена вот с грузовиками вообще не имеют да какие-то наработки они потом будут внедряться адаптироваться скажем под гражданскую версию камаза но если наши выигрывают Париж Дакар и значит грузовики достаточно надежные профессионально сделанные так почему же нельзя сделать нормальные грузовики с нормальным железом блять чтобы не было геморроя блять этих с машинами с гниющими кабинами а то казалось элементарные вещи вот просто вот то что есть то что придумали собрать качественно просто качественно собрать это уже для камаза невозможно просто качественно то что нужно закрутить закрутить надо то что отрегулировать надо отрегулировать так ведь нет на отебись все сделают потом начинают там стремянки откручиваться подвеска отваливаться а оказалось блять ничего ничего не закручено ничего не протянуто должным образом да колеса еще отпадут не дай бог не проверил да это надо просто некоторые там машины добираются ведь до заказчика своим ходом покупатель берет допустим где-то вот либо в набережных челнах либо еще там где-нибудь купил тягач и своим ходом его гонят потому что для него сука еще два процента получил ну накладно больно перевозить трат сука ну сука ну куда это блять а ну блять капец видишь что творится вот но еще и тут ямочку сделал ну блять сука ну вот бандита так сделайте то что вы вот собрали я про камаз продолжу да то что придумали соберите качественно элементарные вот болты шпильки материал из из которого для вас ваши смежники делают скажем тот же самый болт какой-нибудь там или шпильку ну почему вы контроль качества не делаете ну понятно вы хотите улучшить ну в смысле такие ценовые показатели чтобы слишком высокая цена не была так на таких-то вещах экономить категорически но нельзя пусть даже камазы это 5409 5409 5409 он это у нас 901 никакой 5491 да все правильно 54 так 5490 а не 09 тот который это 901 1 пусть даже у него кабина современным европейцам уступает и по комфорту под шумности по подвеске но вот опять сука но если вот даже тот камаз 5490 не будет собран просто качественно из того что есть просто все протянуто просто чтобы все работало и не было бы у него каких-то тупых таких косяков когда блядь через тысячи километров болты отваливаться начинают чтобы и материалы были достаточно качественные ну пусть он будет немного дороже но он будет работать честно он будет честно работать неужели такой грузовик работягу такого брать не будут да еще как будут просто вот этот наш вот из советского союза еще вот это взятое вот пахуистическое отношение поначалу то еще камазы хорошо делали да да тоже в принципе и недочеты там хера вот лучше было и водители на них жалли да он комфортабельней и лучше был чем скажем тот же 500-ый Мазай ну так время не стоит на месте все развивается все идет вперед и тогда тоже были недостатки но с ними боролись ой простите что икота 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 то что есть собрали затянули но качество комплектующих подкачало понятно что работяги которые собирают вот эти камазы да собрали из того что есть то что то что прислали что дали то есть из того и собрали да из него конфетку как говорится не сделаешь ух ух йоп первые театр совсем маленьким не сдох так тогда претензий к сборщикам никаких нету но начинаешь смотреть обзор вот как люди покупают эти камазы из тех же самых комплектующих все то же самое но почему то блин на одном ничего не закручено вообще все отваливается да просто гайки откручиваются потому что не закручено элементарно вообще так тихо 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 а другой ездит потому что на нем все что нужно прикручено но все прикручено ну и так же не постоянное качество комплектующих самих на одном камазе допустим какие-нибудь клапана регуляторы еблый сук работают а на другом отказываются работать нормально и постоянно выходит из строя это говорит о хреновом качестве комплектующих непостоянном качестве смежников это не нормально и среди тех же рабочих сборщиков пахуистов великое множество мне похер как она там будет я главное гайку крутанул а то что я не докрутил ее как надо еще там что-нибудь да ну хоть с ней я свою зарплату получил и пошел себе с чистой совестью домой а то что каждый сборщик работает на имидж своего завода да ему похер вообще абсолютно что он там работает на какой там имидж работает а если бы вот за качеством как вот знак качества раньше был в советском союзе его просто так ведь не давали почему нельзя вернуть знак качества и показывать на всю страну героев так сказать своих и тех героев и с другой стороны ну-ка-ну-ка о там что-то опять вон 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 здесь вижу 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 вот там затемнение какое-то перед тобой ты уже все блин все очко уже жим жим и ты все уже по тормозам бьешь ну а как улететь что ли опять мастерская впереди недалеко вернее далеко-далеко недалеко ее нету так раньше в газетах писали показы бригад такая-то собрала столько-то допустим там камазов да не только камазов вообще блин столько-то зерна столько тракторов сделали еще там что-нибудь все у них качественно все у них замечательно все это контролируется чтобы клеймо сборщика скажем да или там номер бригады там все вот было партия бригада все дела чтобы легко можно было бы вычислить кто это собирал когда это собирали кто конкретно в этот день работал на этом месте и все из-за такое качество вздрючить блять работяжечку тихо 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 вот опять мы же без этого без ям так как без пизделей не можем работают хорошо хороших премии вот лучшие работники хорошую допустим бесплатную медицинскую страховку вот прям передвиги производством блять это все можно сделать не надо людей плеткой стягать не надо их постоянно контролировать просто надо их стимулировать хорошее качество все проверки все прошли все работает сборчик хорошо пожалуйста его хорошую бесплатную медицинскую страховку премию там какую-нибудь там путевку бесплатную в сибирь шучу а нет конечно детей может там какую-то там в артек отправлять там еще куда-нибудь блин было бы желание стимулировать можно хоть как то наверное там какая-то там какая-то система и там и контроля на камазе есть там еще там что-нибудь есть только не работает это нихуя так ух трамплин так сохранял очковой вниз лятеем лятеем притормози к лучше вроде пока ничего не заметно сука вот это ударился ох вот такие дела брат так маленькое отступление от игры так чисто это поговорить маленько захотелось чуть-чуть ну так блин вот это надоело вот это вот херня вот если российские вот ракеты это мы умеем делать оружие это мы умеем делать а то что вот для народа для людей для повседневной жизни машины свои собирать качественно качественных изготавливать даже хер с ним то что кривые косые эти машины пусть у них какие есть потребительские качества пусть они такие будут вот так вот не успел с блокировкой напьеделся так первая пониженная моща все-таки мощь это все-таки мощь хотел было я какой-то там груз жесткий такой взять там трактор был пятьдесят пять тонн были здоровый а не трактор а этот пилас на таком низком тралле там а он сам еще и падлый негабаритный ох я бы сейчас тут намаялся бы тут с ним налетался бы по всем сторонам то тут нахер уж везде обычный груз итак дорога экстремальная если тебе еще экстрима не хватает вон возьми такой негабарит широченный огроменный с длинным раздвижным тралом и езжай в боливию вот там получишь все 33 удовольствие вот так блокировку вырубаем так вот продолжим насчет качества хотя бы то что есть вот пусть не такие красивые как зарубежные там иномарки наши автомобили грузовики но хотя бы это из нормального железа соберите нормально по-человечески с руками чтобы она работала блять и не разваливалась чтобы она работала и выполняла свою напрямую прямую функцию работать работать и приносить и зарабатывать деньги машина должна ну если коммерческий транспорт что касается коммерческого да ах твое мать тушки так ведь совсем другое дело даже будет уже не будут блин склонять по всякому там российскую технику автомобили ни хрена толком своего блять ничего придумать не можем блять все сикость накость блять все все сделано вот просто вот на отъебись вот потому что никому нахер ничего не надо этому работяге потому что он знает что его не найдут что он нет никто носом не ткнет какого хуя ты тут блять мост ведущий тут поставили так затянули не так еще там что-нибудь почему-то в роскосмосе сразу нашли молодого блять пацана сборщика о ямище какая виновата когда ракета помните взорвалась на восточном взлетела со стартового стола пошла и кувыркнулась на хрены взорвалась оказалось все очень просто датчик положения ракеты которые определяют ее положение контролируют да ну типа там гироскоп или как он называется да ну что-то типа такого оказался сука кверху ногами прикручены ну как как вот молодой такой дебил идиот сборщик блять с высшим образованием да техник такой охуительный как он мог поставить датчик вниз башкой даже если наверное узнали что он купленный гандончик если он купленный да просто ссоры из избы выносить не стали вот это крутяк не стали ссоры из избы выносить с каждого служба безопасности как у вас отлично фсб работает да гандона молодого купили студентика да такого сборщика денег дым у хороших дали а это все отвратительное качество работает что быстро еду что ли плохое качество сборки все эти катастрофы ухудшают имидж да чтоб тебе все нормально да работают на хреновый имидж конторы завода сборки вообще на имидж страны скорее всего так и было просто ссоры из избы выносить не стали чтоб никто не говорил что у вас тут легко засранцев молодых можно покупать чтоб они вам тут косячили а вы даже и не обнаружили ну а вот такие дела всем на все похер это начинается все с детского сада когда ребенок смотрит как ты выкидываешь пакеты с мусором из окна ты выходишь вот к примеру у нас около дома останавливается мусорная мусорка да многие приходят и неважно вот я сколько раз видел выходной день приходит ребенок потому что все так делают и он пришел бросил пакет машина придет через 15 минут ой через 15 вру ну допустим вот-вот машина придет выходишь там минут за пять до машины да по расписанию там примерно пришел вот она минуту через три через пять должна подойти ух ямищи то какие подошел малец бросил пакет и ушел и он не стал ждать почему он так делает потому что родители его дедушка бабушка родители отец мать они так же делают ох ямищи то нифига он так бодро то идет и этот уже скамеечка фух да вы вообще красавчики нам все это я тут что-то медлячу а вы там исполняете вообще такой танец бобра потому что мы сами так делаем и дети наши так же делают а потом мы удивляемся что у нас страна то в свинарник превратилась да потому что мы ее в такой свинарник сами превратили это не пришел сосед из Польши с Польши которую там мы проклинаем там все ее там эти поляки проститутки продажные да они такие есть не большинство может быть там пол страны верю что другая половина страны нормальные адекватные люди но и у нас таких же проституток продажных дофига так что поляк ты или ты немец или француз какая разница везде есть дерьма кусок и везде есть нормальный человек но почему-то у них газончик чистые да не во всех странах сто процентов не во всех где-то есть районы еще похлеще тут наших да но там проживают совсем другие копченые пацаны а так в основном вот европейцы в своих кварталах живут поляки литовцы латыши эстонцы у них то почему в городах сука чисто у них почему где-то ты вот за город ты выехал там нет этих мусорных свалок почему у них вот за хутро там кто-нибудь выехал и не валит мусор потому что не то что накажут и накажут и оштрафуют очень серьезно а потому что так не принято гадить в своей стране потому что каждый знает это моя страна я здесь живу это мой дом ты же не валишь ведро с мусором у себя около входа или на кухне ты же выносишь на улицу его почему ты не рассыпаешь мусор у себя почему ты не срешь посреди комнаты в туалет идешь почему извиняюсь за подробности ты бумагой и занятость свой утираешь а не пальцами на стену почему то в некоторых ситуациях мы ведем себя как люди цивилизованные образованные у себя дома в своей квартире а только мы за порог вышли там уже нахуй не наше там общее и поэтому катись она все горела синим пламенем когда наконец до нас дойдет то что мой дом это не только моя квартира мой дом это вот мой поселок мой город улица моя страна моя это мой дом и все что я делаю все сказывается на этом на состоянии страны на то как мы живем вот когда мы наконец все поймем вот эту тему тогда может быть мы уже и машины собирать будем хорошие и срать мы на улицах не будем мусор везде выбрасывать а вообще эту тему надо воспитывать конечно с детского сада с малолетства а с другой стороны да хоть ты завоспитывайся если родители у ребенка свиньи мать вечно орет хабалка там на своей машине там допустим может остановиться и там старика или пенсионера который медленно там или папаша вон есть ролик в интернете медленно переходит старикан дорогу так пинками его допидал до края вышел сука молодой здоровый кабанище на иномарке а если у него в машине дети вот ну как вот так ребенок точно так же начинает вести себя он же по праву считает отца мать своими так сказать авторитетами людьми с которых надо пример брать но это же всегда так что в животном мире что в мире людей родители учат и даже не специально обучая а своим поведением мы даем пример ребенку вот тихо 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 и он беря с нас пример делает то же самое можно вообще ему ничего не говорить можно вообще ничего ребенку не объяснять просто делать так то вот как то вот так вот да вот можно пенсионеру пожилому человеку место в автобусе выступить и не надо ничего говорить ребенку или просто объяснить если спросит и все ребенок так же будет делать мы же сами потом и постареем и наши дети вырастут и будут о нас заботиться так такой вот какой мы пример им показали они так и будут о нас заботиться как мы заботимся о своих родителях о своих стариках точно так же один в один мы получим такую же заботу от наших детей к нам когда мы будем старыми когда мы вырастим так что-то дождик маленько накрапывает что грибной дождик что ли он смотри ой заговорился я надо где-то на отдых вставать ох ёпперный опять 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 капец а ну что вот это такое а ну нахер вот это внизу вот такую херню лепить блять а да мало здесь испытаний мало всего так вот дворники убирают нормальненько лучше возьмем вторую передачу ох крутяк стопудово мне бы тут нехер на сто тридцатом вообще даже делать так бы если пять тонн тащил бы к примеру да то я думаю возможно бы исправился бы а там одиннадцать тонн ну это ж сто тридцать третий ГИЯ дизель на нем даже раньше в советское время на дальняк ходили ну там конечно удобства те еще в отличие от КАМАЗа но его делали то когда в советское время одиннадцать и советские как ну нас учили стойко переносить тяготы жизни да советский солдат должен стойко переносить тяготы службы точно так же советские граждане он должен стойко переносить тяготы соли march так так тихо 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 ну дождик пошел так сохранял очку на всякий случай аккуратненько а сука отпускаем тормоз все равно блять у ебался но 3 пойдет пойдет нормально так хочу если ближний дальний да на войну дождь пошел давай наверно ближний включен давай-давай красавчик ой кучу кучу разных тем задел послушай даже покурить то стать вообще негде так вот и обочины толком нету а прижмет тебя до ветра хая я я я я я чё делать а я яшеньки я я и добрые 578 кобылок но эти нормальные скакуны прям вывели их тогда немецкие породистые у камаза то по моему нет своего дизеля 578 ну да вы еще евро доль поставьте тогда вообще красота вот ох это чую так разогнал разогнал шах ничего себе ничего сами сохранял очка так лучше сразу притормаживать ямки 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 и тихо 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 конечно конечно вот же зараза от гоба так вот переса перезагрузились давай потиху потиху тихо 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 сейчас влетишь в эти ямы тут были надо всегда сохраняться всегда надо сохраняться на спуске наверху я не первый раз и ждут летаешь не не все показывал просто не успевал камеру включать так заправка давай как бы наверно слушай наперекур на отдых туда зайдем я так думаю да если там нормально заправка до нова павловка на фото флавка на фото флавка ёпт боли тут уже на каждую ямку чихать уже начинаешь не смысле чихать а дуть на каждый стакан с молоком надо мод какой-то такой катер на воздушной подушке да такой я представляю какая управляемость у него будет да на сиделку к нему зацепил такое прицепчик такой и папе так где у нас там вот заправка так сюда заезжать по ходу нельзя тут она права чудут там тоже стоянка есть и тут стоянка есть поля там направо нормальная стоянка была тут заправка мне заправляться то не надо надо бы перекусить покушать зайти так давай наверное сейчас я развернусь через заправку и и зайду туда на площадочку топлива нам не надо топлива у нас полно здесь заремонтоваться можно так слушать слушать слушай так давай-ка дырву к морю сразу так я надеюсь я нормально сейчас зайду не провалюсь нормалечек красава так что у нас там починить надо ой да все надо двигатель есть шасси 3 процента убил кабину немножко давай тафай 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 все давай укабинку хватит габариток хватит габариток так заправляться нам не надо у нас так все хорошо по топливу сейчас маленько назад проедем так это че у нас вон та дорога получается да я не сильно там легковушечку напугал так вот сейчас мы тут расположимся ну и нормально я сдохнем отдохнем отдохнем очень хорошо очень замечательно специально подальше встаю чтобы можно было хорошо прогуляться ножки размять нефиг лениться ну чтож друзья на этом пока мы закончим ух ехать ты чё к ужас какой так хочу я а я там учу то мне километров до хрена стала ехать она мне сейчас навигация то привела назад то разворота и потом сюда смотри куда нам не там приплюсовала на вот навигация такая вот она мне вон видно туда и потом назад так а куда она нам повела где вот она развернуть дала тут же нет ничего вообще куда тут же ничего нету сейчас до этого до хабаровска валять ну короче тут ни хера не понятно ну да вон видишь здесь как бы видно что одна линия идет а здесь две да 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 сейчас сейчас я посмотрю до куда нам не ведет пока пока вижу только полностью две линии 378 там несколько километров у них нихера там себе блин а тут типа тут разворачивайся и назад пизду и он да 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 от тебя ладно хорош разглагольствовать вот побазарил побазарить ты любишь иногда ну что уж друзья ладно спасибо за просмотр спасибо что были со мной оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокол чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео с вами был олег драйвер пока пока увидимся услышимся до новых волнующих